Всем привет, ребят! С вами Мистер Байк, и сегодня я подписываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен лайфхакной, игровой, ну и разговорной к дополнению тематики. Сегодня вместе с вами мы обсудим получение заработок очков, где лучше это делать на сегодняшний момент времени, где вы можете заработать большее количество очков за игровой бой, какие режимы лучше использовать для выполнения контрактов, ну и как лучше всего подходить к этой всей теме с контрактами. Во-первых, начнем с того, что есть у нас лайфхаки в этих контрактах, например, если вы играете бой, и у вас остается там, например, 200, ну 300-200 очков, да, и вы понимаете, что вы хотите сыграть следующую катку полную, да, а не, например, какой-то период времени потом выходить с боя, то вы можете всегда активировать другой контракт. То есть, например, вы можете нулячий контракт активировать и сыграть полную катку, чтобы каждые очки, заработанные в бою, засчитывались в этот контракт. Я, к слову, об этом не знал, благодаря Челси на стриме он мне это поведал, ну и такая информация появилась, поэтому это такой, можно сказать, микро лайфхак в прохождении контрактов, которые вы также можете использовать. Вообще, если вам нравятся подобного рода видеоролики и хотели бы вы видеть больше видосов, посвященных вот таким вот всяким темам, с фишками, с лучшими режимами для набития каких-то определенных ивентов, то обязательно поддержите данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас только рывок аккаунт QS на тему личный такт, тактимпэд, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо наших режимов, то на сегодняшний момент времени для выполнения этих заданий лучшие режимы это, в моем понимании, TDM, штурм, в котором также дают за килл столько же очков, что и в TDM, то есть за килл у нас только в этих двух режимах дают по 20 очков, и джиггернаут. Почему джиггернаут? Джиггернаут это режим, в котором есть возможность получать постоянно дополнительные очки за уничтожение и накидку урона по вражескому джиггернауту. Давайте, к слову, этот режим сегодня и сыграем, но в моем понимании в TDM можно набивать очки не хуже. То есть что джиггер, что TDM, что штурм, это вот все те режимы, в которых можно набивать большое количество очков. Что касаемо вооружений, то здесь в первую очередь вооружение должно строиться от того, что вам больше всего нравится, и то, от чего меньше всего резистов в бою. В моем случае я, как любитель страйкера, как любитель этой пушки, плюс у меня появилась вакуумная боеголовка, устройство на страйкер, которое работает так же, как дистанционный подрыв, а вы знаете, насколько сильно я любил дистанционный подрыв, то в моем понимании вот это вооружение сейчас является суперкрутым. Запикивает меня сразу на плохую карту, да, то есть максимально плохая карта, на которой набить большое количество очков просто невозможно. Что вы в этом случае должны делать? Вы просто должны перепикивать бой. Вы не должны играть в какую-то плохую карту, где у вас будет мало шансов набить хорошее количество очков. Вы просто видите, что бой, например, не подходящий для вашего вооружения. Вы просто перепикиваете бой, чтобы не тратить больше дополнительное время. Все. Здесь все максимально просто. У вас есть возможность перепика, почему вы ею не пользуетесь? Вот дальше я, например, запикиваюсь на хорошую карту Александровск. Идеальная карта для вакуумного снаряда. Ну и почему бы и не сыграть эту теперь карту, да? То есть у вас была возможность перепикнуть, вы перепикиваете, запикиваетесь на хорошую карту и играете. Все. Уже у вас первый пунктик, самый простой, автоматически выполняется. Только если смотреть по базам, то эта база хуже, чем вторая база на этой карте. Да, то есть за вторую базу еще проще играть на таком устройстве. Еще больше можно сделать для набития очков. Ну и здесь игра в Джаггернаута. Килл Джаггера 75 очков. То есть у меня есть возможность накидки урона просто по противнику. И есть дополнительная возможность накидки по Джаггернауту. Да, то есть с Джаггера за саппорт у меня есть возможность получать по 40 вроде как очков, если я не ошибаюсь, или 30 или 40 очков, ну и плюс дополнительные очки с уничтожением просто противников. И учитывая тот факт, что сейчас у нас в этом режиме 15 Джаггернаутов, то у вас есть возможность очень быстро получать большое количество дополнительных очков. То есть вот даже на примере этой катки давайте попробуем, ну, попробуем сделать хороший результат, да? На уничтожении Джаггера и на накидке еще дополнительного урончика. Джаггеры у нас здесь очень быстро откисают. Поэтому, может быть, мы вместе с вами скатаем еще одну катку. Ну и вообще, в принципе, можем поминутно взять набитие очков с этого боя, чтобы плюс-минус понимать, сколько очков за подобного рода катки у вас есть возможность набивать за бой. Так, 2 килла у меня всего лишь. 2 килла, но при этом у меня уже 200 очков. 2 килла, 200 очков. Супер! Да великолепно это. Просто превосходно. Даже не уничтожая особо большое количество противников, а просто накидывая урон по вражескому Джаггеру, у вас есть возможность набития вот этих вот больших количеств. И даже в такой катке у меня 4 резиста. 4 резиста у противника есть от страйкера. И все равно я считаю, что вооружение будет работать и будет работать хорошо. Так, Джаггер играет через верхушку. Наша задача постараться по нему накинуть. Да, и к слову о Крусейдере. Да, то есть многие тоже у меня спрашивают, почему я, например, использую Крусейдера с страйкером с вакуумной боеголовкой. Да, почему я, например, не использую того же паладина, у которого раскачка будет лучше и будет больше возможности реализации этого устройства. То есть здесь ответ прост. С этой сосули я получаю дополнительные очки. Да, и в моменте эта сосуля мне даст значительно больше, чем даст тот же самый паладин. Хотя я, если честно, даже бывает в моменте не реализую эти овердрайвы столь быстро, чтобы, ну, прям получать максимум очков. Хотя надо стараться. Прям вот, только у вас появился овердайв, вы должны его сразу же прожимать. Моментально должны прожимать овердрайв. Так, ну и у нас турбо-сливная катка от противника. Прям моментально турбо-сливная катка. У меня 400 очков. За буквально где-то 3 минуты боя у меня уже 400 очков. То есть за полный бой такой. Да, ну вот сейчас вот катка закончится. Посмотрим, сколько времени пройдет в этом бою. Но есть ощущение, что полторушку с таких каток за полный бой можно зарабатывать просто в легкую. Просто в легкую по полторы тысячи очков можно зарабатывать. Может даже больше. Джаггера откисают как-то очень быстро. Я даже этого джаггера и не видел. Где он был? Так, хотел его джаггер прожать. Хорошо, что меня слили. 435 очков. Запикался в начатый бой. Было 11 или 12 минут в катке. Да, то есть уже 10 слитых джаггеров и уже 435 очков в рамках этого боя. Учитывая тот факт, что я еще и не реализовал ни одной оверки. Да, то есть у меня была возможность еще и реализовать овердрайвы. И с овердрайвов получить тоже дополнительные очки. Я оверки не реализовал. Вот первый овердрайв, который я выжимаю по сути в противника. Ну и который тоже дает дополнительного буста. Так, пробуем слить джаггера. Джаггер без резиста. Джаггер открывается. Ну и на такой карте шикарно просто можно разбирать и противников, и джаггернаута любого. То есть здесь мое вооружение работает просто превосходно. Только не против шоковой заморозки, которая может тоже очень много приносить проблем. 560 очков 7 минут до конца боя. Да, с начатой катки и не играя даже полбоя у меня уже такое большое количество очков. Шикарно? Да супер. Просто супер. Да, и это не какая-то тдмка, это джаггернаут. Да, джаггер, в котором вы можете на постоянной основе получать бонусные очки с слития вражеского джаггера. Да, то есть это вот возможность, лучшая возможность для заработка самых простых и легких очков. Так, какие-то лаги пошли. Надеюсь, сейчас катка у нас не ляжет. Что у нас тут, дедосы? В последнее время очень крутые происходят в игре. Главное, чтобы ничего у нас тут не упало. Так, у вас пожига, попытка накидки, меня тоже здесь сливает. Очень плохо, что я вот сейчас, например, 2 или 3 джаггера уже слилась, и я не по одному из этих джаггеров мне наносил урон. То есть я потерял самые простые очки, которые вы всегда в этом режиме должны забирать. То есть вы хоть 10 урона, но всегда должны наносить по вражескому джаггеру, чтобы получать те самые заветные 30 или 40 очков. Я просто точно не помню, сколько сейчас за это все дело дается. Я просто помню, что там еще этот момент фиксился. Да, сначала было больше, потом стало меньше. Но 30 или 40 очков стабильно должно идти. Можем, кстати, посмотреть. Вот сейчас у меня только тут накинул урон, если честно. Думал, что я накинул урон, но на самом деле хотел попасть. Так, вот сейчас, 2 700 накинул, 635 очков. Если вдруг сейчас быстро джаггер улетит на респ. У меня уже 650. Накидочка по оппоненту, еще пятерочка. Так, по УДИ. Но плохой овердрайв. Хотя хоть 1000 урона по джаггеру, но залетело. Но я все-таки сливаю джаггера, а не наношу дополнительный урон. Итого, за полкатки у меня 730 очков. То есть в джаггере, вот в таком джаггере, если вы будете по каждому противнику наносить урон, по каждому противнику, у вас таких каток есть возможность сделать по 1500 очков смело. Вот просто полторушку, как с кустика, вы можете на постоянной основе забирать. И такая же ситуация плюс-минус работает и в тдмке. Единственный плюс тдмки от джаггера, то что там вы запикиваетесь и чаще всего попадаете против еще и небольших званий. То есть это тот режим, в котором есть возможность еще и таких полукрипчиков сливать. И учитывая тот факт, что в тдмке у нас получается по 20 очков за килл, то там вы в сумме можете еще больше очков зарабатывать. Но только там вы должны понимать, что будет досрочка в катке. Ну вот, кстати, первый бой, который я запикиваюсь, и сразу вы видите звонки, вы сразу видите ГС-ку противника, да, и видите очередную шикарную карту, только меня еще и закидывают за лучшую базу. Попробуем сейчас еще и эту каточку реализовать. То есть зато катку у меня 700 очков было с досрочкой, ну 700 там с копейками. Попробуем посмотреть, что у нас получится вот здесь. То есть здесь уже у нас за килл двадцатка идет. То есть по сути, что один режим шикарный для набития очков, что второй режим шикарный для набития очков. Что касаемо штурма, то штурм в целом тоже работает очень эффективно. Желательно играть в штурм за атаку, чтобы катка у вас длилась максимальный период времени. И при этом, как правило, сейчас у нас досрочек довольно-таки мало. Да, и у вас есть возможность хорошей, качественной реализации и набития большого количества очков за бой. Так, ну и что касаемо этой катки, здесь скорее всего у нас тоже будет досрочка. Попробуем накидать, посмотрим, что у нас получится из этого дела. Это база, лучшая база для реализации вашего вооружения, да, и, наверное, ну одна из лучших карт даже в целом для вакуумного снаряда, на который можно накидывать безумно большое количество урончика. 125 очков у меня уже с первого респа. Очень неплохой результат. Ну и главное, это просто жить там сверху. В моменте можно даже использовать и гипериона вместо бустера. Гиперион тоже будет шикарно работать. Так, ну у нас есть возможность... Блин, у меня нет овердрайва, почему-то мне показалось, что у меня есть оверка. Я что-то думал, что есть овердрайв. Хотел уже поудишку прожать, но овердрайва у меня, к сожалению, не было в этом моменте. Так, хоппера, жига. Здесь он отлично выходит на респаун. Так, ну и вот теперь у меня уже появляется оуди, который надо тоже стараться ре-а-ли-з-а-вать. Так, противник здесь неплохой под накидочку. Даже против резистов вы видите, что накидка залетает очень и очень хо-ро-шенькая. Так, и по киллам у нас уже 60 есть. Поэтому в целом тоже работает все шикарно. 3 500 просто по противнику залетает. 300 очков у меня уже. Я опять забыл, сколько было минут, как я запихался в катку. В целом результат более чем я радую. Так, и пробуем накидывать. Каждый выстрел очень сильно дает уста здесь, да, от такой позиции. Потому что вы всегда наносите урон, практически всегда наносите урон именно сплэшом. А ваша задача и стараться наносить сплэш урон по противнику. А именно он вам нужен для полного контроля и полной реализации этого устройства. Поэтому мне вот, что комбинация нереально круто нравится, что сама игра на ней, не знаю, да. То есть я вот настолько раньше любил сильно играть на дистанционке, что когда появляется вот такое устройство, то его реализовывать прям одно удовольствие. Особенно, когда вам надо набивать большое количество очков и у вас есть в этом необходимость, то это работает просто превосходно. Так, 100 киллов у нас уже есть. Отлично. 100 киллов это супер. Шарелла залетает от вражеского ареса. Успеваю его тоже набрить. Здесь есть паладинчик, который тоже с ддшки начинает. По паладину тоже можно в моменте очень и очень неплохо накидывать. Так, ну и у нас по идее, по идее, должна быть досрочка в рамках такого боя. В крайней мере, что она будет. Так, выстрелов тоже тут. Молочных залетает. Так, по паладину тоже накидываем. Ну и вот самое главное на этой карте это контроль вот этого верхнего яруса. Если верхний ярус контролится, то в целом все происходит максимально круто. С точки зрения реализации вашей комбинации. Так. Здесь не понял, как урон не прошел. Вроде как по двум чисто. Такидочка произошла. Так, здесь паладин еще. Ой, паладин-коппер пытается въехать. Ну и прям максимально пытается играть. Под уничтожение, но благо разбираемся здесь. Благо разбираемся. Ну и даже против резистов вы видите, что этот страйкер работает. Работает довольно хорошо. То есть рез, по сути, не проблема от слова совсем. Для реализации вашего вооружения. 575 очков за, грубо говоря, половину сыгранного боя. Сказать, что это супер много, ну, наверное, я не могу. То есть получается, что даже в Джаггере у меня была возможность еще большего получения очков, чем в ТДМ. То есть Джаггер в этом плане, оказывается, работает еще лучше. Да, еще больше есть возможностей для его реализации. Да, то есть в целом режима. Так, попробуем чуть опять на широко. Еще этот хоппер все время хочет ехать. Я уже 2 сосулендра отдал у него. Он еще и с подрывником играет. Видите, стараемся немножечко на широкую уходить. Чтобы не улетать от него на респаун. 710 очков. И у нас очередная досрочка. Очередная досрочка. И получается, вот я сыграл 2 боя с 2 досрочками. И в сумме больше полторушки мы заработали. Больше полторушки. Хотя я сыграл там пол боя и там пол боя. В целом круто. Очень круто. Что получилось вам показать 2 режима. Ну и, наверное, с точки зрения простоты, наверное, ТДМ будет проще, чем Джаггернаут. Но, что в одном режиме, что во втором режиме, 100% есть возможность отличной реализации вашего вооружения и набития контрактов. Там вот склоу, почти полторушку, да, я набил. 1450 очков. Пишите, где вы выполняете эти контракты. Надеюсь, что этот видеоролик был полезен. Если это так, то поддержите видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.